Сегодня в региональном отделении «Единая Россия» прошло награждение и вручение сертификатов на получение денежных премий победителям Всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев. Подробнее расскажет Корча Биджеев. Цель конкурса – возрождение следопытского движения в школьных музеях, общеобразовательных организациях и привлечение подрастающего поколения к исследованию, изучению и сохранению военно-исторического наследия. Главное – хранить память о подвигах тех, кто погиб, защищая Родину. Участники представили свои проекты следопытских работ, достижения отрядов, среди которых поиск воинских захоронений и ранее неизвестная информация о подвигах и судьбах бойцов Великой Отечественной войны, патронаж памятника воинской славы, сбор информации о найденных личных вещах и документах. Если сегодня они продолжат эту работу, то историческая память о тех событиях исказится и будет утеряна, отметил региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Альберт Зугаев. И эта работа, конечно, будет продолжаться. В прошлом году этот конкурс, где номинатами стали два наших школьных музея и два отряда. В этом году мы приглашаем принимать участие. Еще, правда, не знаем, какой будет направленности конкурс, но от активности самих людей на местах зависит качество работ, которых мы будем представлять на федеральном уровне, и их количество. Поисковой отряд «Авангард» Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска стал победителем конкурса «Неизвестный солдат» и лучшим среди регионов Северо-Кавказско-федерального округа. Номинации «Лучшая следопытная работа» городского школьного музея. Мы учим своих детей на примере патриотизма наших предков. В принципе, так и надо. Надо учить на героизме именно тех, кто погиб за нашу родину. А у нас очень много героев, если честно. Второе место в номинации «Лучшая следопытная работа» сельского школьного музея экспертная комиссия присудила поисковому отряду следопыт школьного музея Аула Жако Хаббесского района. Если дети будут знать историю прошлого, беречь сегодняшний день и думать о завтрашнем будущем, я не сомневаюсь в том, что из этих ребят, сегодняшних школьников, вырастут достойные сыны Отечества. Всего участия в конкурсе по восстановлению страниц истории приняли школьные музеи 69 регионов страны, из которых жюри определило 16 победителей. Деньги пойдут на развитие и содержание школьных музеев. Карча Биджиев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.